Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс наладить общение с мужчиной? Ну, шанс есть всегда, вот, конечно же. А запрос заключается в том, что эта история больше про погадать. Было расставание, затем снова начали общаться, но спустя пару месяцев мужчина пришел сам. А давайте попробуем, давайте попробуем тогда разобраться с тем, из-за чего произошло расставание. Ведь у этого есть причины, причины могут постараться и, скорее всего, они постараются. Вот. Стали ближе общаться, чем до расставания, да, но проблематика конфликта, скорее всего, осталась нерешенной. В смысле того, что причина расставания оказалась решенной, опять же, какие-то реакции, возможно, ваши, возможно, реакции мужчины остались, судя по всему, невыраженными. То есть нельзя, на мой взгляд, просто взять и после расставания прийти. Все равно необходимо, как мне кажется, какое-то обсуждение этого, какое-то проговаривание этого, какие-то выводы, какие-то, если хотите, какие-то решения. Вот. Без этого ситуация выглядит максимально поверхностной. Вот и выглядит она так, что вам, в смысле, и вам, и вашему партнеру, например, это было нужно для чего-то. Дальше, значит, но меня накрыла ревность на ровном месте, я наехала на него и на истерию. Ну, смотрите, здесь, конечно, может быть история про что? Здесь может быть история про вашу неуверенность в себе. Здесь может быть история про страх потерять человека, может быть. Здесь может быть история про какие-то неотреагированные эмоции и чувства ваши, которые остались после ссор. Ну, например, это может быть злость на человек. Ну, например, это может быть обида на человека. Ну, например, это может быть что-то еще. Да? Такое. Ну, такого, типа, да. Вот. Поэтому не все так очевидно, надо смотреть. Но ревность в целом это из неуверенности в себе, а истерика это потребность во вниманию. На следующий день успокоилась, поняла, что причин для ревности нет. Накрутила я себя, позвонила и извинилась на то. Он сказал, ладно, все нормально, все хорошо, стали общаться опять. Опять же, никаких выводов вы не сделали, никаких решений вы не приняли, не проговорили, не обсудили это. Ладно, все хорошо. Это вот, ну, не совсем, понимаете, про то. Как бы, вот. То есть, ладно, все хорошо, забей, грубо говоря. Ну, это вот история немножко не про реальное решение ситуации и не про реальное решение конфликта. Мужчина очень хочет меня, я его. Планировали провести ночь вместе, говорили об этом. Но фантазировали, то есть у вас есть страсть. Страсть это... Некая идеализация, это некая потребностная сфера. Он сидит в другом городе на работе в командировке, говорит, что ждет скорее ее завершения и сам по себе сектор на высоте. В общем, сголодались мы друг по другу. Ну, а прошло пару дней я опять захотел истерику, опять захотел истерику. По другому поводу я опять себя накрутил, а как это происходит? То есть, что это за ситуации, в которых вы себя накручиваете, как это притекает в истерику? Я наговорила много в смс, что мне реально потом страшно было ему писать. То есть, сначала вы истерите, потом у вас чувство вины. Вот, но здесь нужно ваши чувства исследовать, конечно, чтобы лучше их выражать. Прошло пару дней я просто решил... Я просто решил извиниться перед человеком, написал краткое смс. Ожидала вообще, что буду в шею, но он не стал блокировать. Я ответил сразу же, что ты мне надоела отстать. Ну, это похоже на обиды на детское поведение. Вообще, есть ощущение, что вы оба боитесь сближения. Боитесь сближаться, боитесь близости. Интимный нет, а вот эмоциональный, да, возможно. Больше я не писал ничего, я не знаю, что случилось со мной, почему у меня такие две истерики, почему я сама сама стала так накручивать. А возможно, общение стало более доверительным, вам это показалось непривычным, и вы начали испытывать тревогу. Так, значит, раньше такого не было, и мы общаемся уже практически коротко, такого не было ни разу. Ну, я повторюсь, все изменения все говорят сами за себя. Сейчас пытаюсь разобраться в себе, как, как именно вы это делаете, что произошло со мной, и почему я так вливаю в себя на человека, который мне очень нравится. Скорее тут про чувства, больше надо бы чувствовать, чтобы они причины искали. Такое состояние в момент этих истерик мне не нравится, я не хочу повторения этого. Да, я понимаю, что вам не нравится состояние истерик, но чувства, которые за этим стоят, они очень даже реальны, их мы к ним учиться выражать, учиться проявлять. Как думаете, почему так произошло? Ответил, если сейчас наладится общение с мужчиной, если разберетесь в себе, да, но вы же можете стать и поспокойнее, вы можете стать поспокойнее. Или он четко решил, нафиг надо, прошли, боже, без понятия, это уже про догадки. Я представляю, какой эмоциональный качель я ему устроил, я понимаю его сейчас, и, наверное, там сейчас все, где в своей командировке, нет, вряд ли. Не хотел бы верить в то, что он согласится, еще раз попробовать выстроить сообщение. Ну, может быть, согласится, только нужно вам работать с психологом, чтобы такого больше не повторилось, иначе повторится. Если честно, положив руку на сердце, у меня есть страшное чувство, что ему немного понравилось. Возможно, возможно, но это ваша реакция, скорее про то, что нравится вам, вам нравится. Это детская немножко реакция, когда я вроде бы истерю, вроде бы, я вроде бы истерю, вот, а в то же время надеюсь, что все равно ты меня примешь. Это детская, к сожалению, реакция, и не очень она конструктивная, как вы понимаете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.